Третий турецкий сбор Анжи начался 24 февраля. Команда в этот день вылетела в Анталию и успела провести интенсивную вечернюю тренировку. На следующий день было уже не только две тренировки, но еще и теоретическое занятие. В общем, начало сбора получилось без раскачки. Дождь, льющий практически не переставая в эти дни в Белике, пытался внести коррективы в тренировочный план Анжи, но ему это не удалось. Игроки не обращали никакого внимания на стихию. Команда очень собрана, сосредоточена, работает на тренировке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в коллективе прекрасно понимают, что подготовка к возобновлению сезона входит в заключительную стадию. Еще две недели и начнутся официальные матчи, а в них уже надо максимально реализовать всю ту мощь, что удалось нарастить нынешней зимой в результате колоссальной работы. В текущем сезоне Анжи приходилось уже встречаться с представителем российской премьер-лиги, отечественным топ-клубом «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Тогда случилось поражение с минимальным счетом, но за ту кубковую игру не стыдно ни поклонникам Анжи, ни самой команде. И вот новое свидание с премьер-лигой. Наша команда сыграет с Краснодаром и столичным «Спартаком». Реальную силу предыдущих спарринг-партнеров Анжи болельщикам команды представить было сложно, ведь речь шла о командах из не самых популярных зарубежных чемпионатов. Зато уровень Краснодара и московского «Спартака» хорошо известен всем настоящим любителям футбола. Поэтому даже несмотря на то, что речь лишь о товарищеских матчах с этими клубами, интерес к поединкам высок. Любопытно не только болельщикам, но и самим участникам процесса. Главный тренер Анжи Сергей Ташуев в интервью клубной пресс-службе рассказал, как удалось договориться о встречах с одним из самых динамично развивающихся клубов страны – Краснодаром и девятикратным чемпионом России – московским «Спартаком». Мы подбирали все спарринги на сборах, начиная с первого сбора, чтобы были команды хорошего уровня, чтобы были высокие скорости. Мы подняли свои командные скорости, потому что когда играешь на одном уровне, ты невольно держишь эту уровень скоростей, в том числе и двигательных, в том числе и мыслительных. Спасибо организаторам сборов, которые нам в этом плане очень помогли, в том числе и на этом сборе «Спартака», когда предложение пошло. По Краснодару мы сами договаривались, у нас совпал срок 26-го числа. «Спартак» – это такая вынужденная игра. Предложение поступило, а мы согласились. Согласились, как-нибудь с варьером состава, так, чтобы будем что-то использовать. Незаметные будут, не по тайму, но будут заметными. Игровые время будут получать футболисты кто-то больше, кто-то меньше. Учитывая, что команды серьезные уровни, нужно проверить не только футболистов наших индивидуально, но и, конечно, командные взаимодействия на этом уровне и уровень скоростей. Поэтому для нас это интересная игра будет, на самом деле, потому что команды хорошего уровня, команды сильные, со своим почерком. И нам интересно проверить себя на этом фоне. Поэтому, да, эти матчи для нас будут состоять особняком, потому что наши клубы, наши ведущие клубы в стране, с хорошим уровнем футболистов сборных стран. Поэтому, да, есть особенности в этих матчах, не просто контрольные матчи, а это интересно только и нам, в том числе и болельщикам. Но и стоит добавить, что для многих участников предстоящих контрольных матчей это не просто поединки, но и возможность встречи со старыми друзьями. И можно не сомневаться, что встреча получится теплой.